МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия очередной сеанс правительственной связи. Сегодня у нас в студии министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Владимир Иванов. Добрый вечер, Владимир Николаевич. Спасибо, что согласились к нам прийти. Спасибо за приглашение. Владимир Николаевич, вот столько новостей у нас в вашей сфере. И какие-то хорошие, какие-то не очень приятные. Но вот начнем, наверное, все-таки с них. Министерство образования России в очередной раз опубликовало рейтинг эффективности вузов и филиалов, в том числе и Чувашских. Как мы знаем, уже вошли три учебных заведения в них с признаками неэффективности. Что такое опять у нас случилось? Все-таки это уже второй раз. И по каким критериям на этот раз к нам претензии предъявляются? Ну, прежде всего, спасибо за вопрос и возможность поделиться со слушателями. Очень важно понимать, для чего это происходит, мониторинг системы высшепрофессионального образования. И о чем говорят эти показатели или те результаты, которые наши учебные заведения сегодня достигли? Ну, первое, очень важно, чтобы все мы понимали, особенно выпускники, особенно учителя, педагоги, школы, что в системе образования есть сегодня механизм, который позволяет всем нам, потребителям, в том числе будущим эпитурентам, определиться по тем учебным заведениям, где действительно качественное образование дается. Вот это очень важно, чтобы мы построили правильную систему оценки деятельности учебных заведений и правильно ориентировали наших выпускников. Это первая цель. Вторая цель, очень важно, чтобы эти учебные заведения, которые сегодня в системе образования есть, они выстраивали свою траекторию развития дальнейшего, они видели свои преимущества, недостатки. Конечно, можно спорить, чем мерить, как мерить, но существует сегодня устоявшийся механизм. Второй год производится мониторинг, происходит мониторинг учебных заведений. И в этом мониторинге, кстати, с этого года участвуют все, даже частные, высшие учебные заведения. Это тоже плюс. То есть прозрачной стала система. Ну, это, конечно, большой плюс, потому что в прошлом году те, кто пострадали, только государственные. Да, бюджетные только были, действительно государственные. Вот это первый плюс. Второй плюс, что изменились показатели, по которым мы оцениваем сегодня. Это, опять-таки, хорошо или плохо, но надо играть по тем правилам, которые есть. И вы правильно отметили, для нас печально, конечно, что второй год, числе признаками неэффективности, я вот так хочу подчеркнуть особо, оказался Чувашский государственный педагогический университет. В чем тут дело? Дело в том, что в прошлом году они попали с признаками, и была разработана программа развития этого учебного заведения. Сегодня программа эта реализуется пошагово, и она рассчитана на 2-3 года. И по итогам прошлого года ВУЗ, конечно, продемонстрировал хорошую динамику. Если сегодня посмотреть только с точки зрения динамики, этот ВУЗ вообще надо хвалить, как один из лучших учебных заведений, потому что у него динамика позитивная, очень высокая. Но с другой стороны, эта учебная заведения, к сожалению, не прошла пороговое значение показателей, по 3 из 5, чуть-чуть не дотянула, но чуть-чуть, как говорится, не считается. Поэтому сегодня мы о чем говорим? То есть, по идее, мы должны просто смириться и разумно подходить к тому, что еще, допустим, год, который нужен, год-два, который необходим на развитие, все-таки возможно попадание в этот антирейсинг. Смириться, наверное, не совсем правильно, конечно, нас это не совсем устраивает. Скажем так, разумно, спокойно воспринимает. Ну, естественно, спокойно надо воспринимать, что действительно высшее учебное заведение, коллектив сегодня очень много сделает и делает для того, чтобы выйти на порог, или пройти через пороговое значение, сделаться эффективным. А для этого все условия есть. Абсолютно все показатели в течение года ВУЗ грамотно пройдет. То есть, уверенность есть стопроцентная. И поэтому комиссия аттестационная в Москве, которая рассматривала эффективность, второй этап, вот этот мониторинг, который проводился, они дали оценку неплохую деятельности ВУЗа за прошлый год и сказали, ребята, у вас есть возможность в течение года все исправить. То есть, мы идем пошагово по пути обеспечения эффективности этого учебного заведения. То есть, это такой же конструктивный разговор? Конструктивный, конечно. Здесь понимают специфику. Кстати, здесь успокаиваться нет, но в любом случае, мы посмотрели в разрезе России, многие педагогические ВУЗы в таком же состоянии. У многих ниже динамика, позитивная даже не ощущается. Поэтому здесь я угрозы не вижу, здесь есть стимул, здесь возможность, здесь информация, над которой надо работать, которую надо в управленческое решение принимать, выводить это учебное заведение. А самое главное, сохранить состоятельность, самостоятельность. И здесь ВУЗу нужно просто посмотреть на качество подготовки, связь со школами, уровень квалификации выпускников педвуза. Восстановить пора наверняка, на мой взгляд, и педагогические классы, предпрофильную подготовку, чтобы сюда, в ВУЗ, приходили дети, желающие получить педагогическую профиль. То есть, вопросов много. Кстати, интересное предложение прозвучало от нашей республики в Совете Федерации о том, чтобы ввести так называемую педагогическую ординатуру. Да, практикоориентированное обучение. Мы на этом настаиваем, потому что без этого мы просто подставляем наших детей, кто обучается в школе, подставляем будущих педагогов в том, что они приходят в среду, которая для них абсолютно незнакомая или агрессивная. Поэтому для нас важно вот эти проблемы по шагу решать. И поэтому по педагогическому университету позиции республики сохранять его состоятельность, самостоятельность, поддерживать. Естественно, сегодня ректорат над этой темой работает. Ну и коллектив в том числе. Другое учебное заведение – это как раз наш тоже Чувашский государственный институт культуры и искусств. Этот институт финансируется из республиканского бюджета, участвует в мониторинге, тоже это здорово. То, что они наравне с другими участвуют. Конечно, они не могут так сильно конкурировать с федеральными, у которых финансирование совершенно другое. Но все равно и в этих условиях этому вузу разрешили разработать программу развития. Разрешили, дали год до апреля месяца все это подготовить, представить в Москве. И, соответственно, дадут возможность коллективу выйти на эффективность. То есть это о чем говорит? Есть инструменты, благодаря которым мы обеспечим качество подготовки специалистов. А для Чувашской республики это учебное заведение вообще уникальное. Это сохранение культуры, сохранение специалистов, работающих в области национальной культуры и искусства. Поэтому, я думаю, здесь позиция республики тоже однозначна. Максимально поддерживать, максимально создавать условия, обеспечивающие эффективность деятельности этого учебного заведения. Ну и тоже интересная тенденция. Среди негосударственных вузов число с признаками неэффективности. Еще одно учебное заведение, частное, попало. Это региональный институт технологии управления. Здесь проблемы мы тоже посмотрели, встречались с руководством этого института. Они имеют свою нишу в подготовке кадров. Это пищевая промышленность, подготовка специалистов. Это не только экономист-турист, как обычно принято. Но здесь, к сожалению, только заочное отделение. И очень важно, чтобы этот вуз имел и очное отделение, а там показатели по очным студентам. Вот здесь много вопросов, в том числе по помещениям и так далее. То, чем он заведомо не занимается. Да, не занимается. Это оказалось неинтересно. Но у этого руководства, у этого вуза тоже есть четкое понимание по шагу действий. Правда, она более далекая перспектива. Но, с другой стороны, это учебное заведение весной этого года получило литензию, прошла аккредитацию. Это учебное заведение вполне самостоятельно, состоятельно. Вот это говорит о том, что здесь, кроме инструментов измерения, надо еще смотреть более комплексно. Вот интересная такая ситуация получается. У медиков есть такое выражение – подстегнуть иммунитет. Совершенно верно. Вот, видимо, это… Организму помочь где-то, да. Здесь тоже вот такого научного организма, как-то вот вести его в такую стрессовую ситуацию, чтобы мобилизовались все ресурсы. Абсолютно верно. Поэтому я к мониторингу прошу всех относиться так же. И мы сами относимся так, что это инструмент, который позволяет нам поправить ситуацию. Владимир Николаевич, вот другой вуз, ведущий вуз республики, Чувашский государственный университет, там, слава богу, никаких признаков неэффективности не наблюдается. Но, тем не менее, его тоже так вот немножко лихорадит, потряхивает, но уже по другой причине. Вот неоднократно проходила информация о том, что там в случае взятничества среди преподавателей, педагогов теперь вот ректор отстранен от занимаемой должности. То есть это каким-то образом влияет на эффективность самого учебного заведения? Не с точки зрения рейтинга, а с точки зрения вообще его функционирования. Ну, действительно, вопрос, который волнует всех, прежде всего руководство республики. Важно понимать, что в системе мониторинга этот вуз действительно очень демонстрирует хорошие показатели. Филиалы у этого вуза сегодня оптимизируются. Это тоже, чтобы понимали, что в вузе тоже проходят процесс оптимизации, процесс эффективно использования ресурсов. Но что касается руководства, здесь, конечно же, вопросы возникли по отношению к ректору, вопросы судебного характера. Поэтому решения не вынесены. И говорить о том, что виноват, не виноват, это преждевременно мне бы не хотелось, потому что существуют специальные нормативы и механизмы, которые могут об этом сказать. Но наша задача в этих условиях, когда вот такая ситуация сложилась, обеспечить грамотное преимущество. Тем более у ректора уже истекал срок, еще два месяца осталось, и уже была запущена процедура замены руководства, смены руководства. И поэтому сегодня планово идет смена руководства, процесс выбора запущен, уже кандидаты определились, и в ближайшее время мы узнаем сроки, где коллектив сможет определиться по отношению к тем претендентам, которые претендуют на должность ректора. Поэтому здесь, конечно, для самого коллектива это сложная ситуация. Сложная, конкурс это всегда сложный, я по себе знаю. И при том, когда меняется руководство, внутри многое вещи меняется, механизмы, а оставаться с прежними механизмами тоже нельзя. И исходя из этого, я думаю, в плановом порядке, трезвом оценивая ситуацию, шаг за шагом, во-первых, руководство, во-вторых, федеральные учредители, в том числе республика, здесь окажут содействие, чтобы все эти процессы грамотно пройти. Ну а теперь приятным. Дворец детского и юношеского творчества. Чувашской республики вошел в топ-лист всероссийского конкурса как лучшее образовательное учреждение. Вот какие еще учреждения дополнительного образования могут претендовать на звание лучших или очень хороших у нас в республике? И вообще, как этого удалось добиться? Ну вот, конечно, хочется и похвалиться, сказать, вот действительно молодцы. Люди, которые работают в системе дополнительного образования, это вот одаренные сами, творческие, и при том нестандартные. Это вот не только вот давать постоянно одни однотипные уроки. Это вообще каждое занятие в системе творчества, это искусство. И очень рад, что многие наши учреждения, системы дополнительного образования, демонстрируют хорошие результаты. Но говорить о том, что все хорошо, мне бы не хотелось. Не зря мы на Совете Федерации, комитете по образованию подняли ключевую проблему. Это финансирование дополнительного образования, воссоздание, создание тех условий, в которых наши детки могли бы получить, большее количество детей могли бы получить дополнительное образование. Я всегда говорю, само слово дополнительное для меня как-то абсурдно звучит. Это, на мой взгляд, для многих детей основное, потому что здесь мотивация, здесь интерес, здесь условия, которых тебя никто не оценивает, сам больше оцениваешь. Тебя никто двойку не ставит, у тебя или хорошо, или плохо, или у тебя получилось, или не получилось, или еще потенциал какой-то не раскрылся. Поэтому я считаю, что это без этой системы дополнительного образования, школьного образования, не решит те задачи, особенно задачи воспитания подрастающего поколения. Ну, во всяком случае, мы же пробовали в перестроечные, в постперестроечные, когда эту систему полностью развалили и, в общем, закончилось. Ну нет, полностью я бы не сказал, сегодня яркие личности остались, на которых и держится до сих пор система доп. образования, дополнительного образования. Что меня здесь настораживает, вот кроме тех позитивных тенденций, где действительно демонстрируются яркие образцы домотворчества, вы назвали еще другие, ежегодно какие-то учреждения у нас выделяются среди системы, вот из учреждений. Что здесь, значит, меня тревожит, что уменьшается доля детей, занимающихся спортивными секциями, уменьшается особенно сильно техническая, спортивно-техническая. То есть там, где нужно действительно вкладываться, моделирование и так далее. И здесь доля очень невысокая. С чем вы это связываете? Ну, конечно, трудности финансирования, потому что там, где не нужны большие финансирования, такие виды спорта, где нужен или мат, или что-то, или какой-то зал, там быстро можно это сделать. А там, где нужна большая дорогостоящая техника, допустим, для авиационного моделирования, там действительно очень много нужно. Тут, позвольте мне с вами не согласиться, в бальных танцах, которые, как известно, лидируют по уровню финансовых вложений, которые требуются от родителей, там никогда не наблюдается нехватки детей. То есть их не становится меньше желающих. А вот судомоделирование почему-то... Ну, судомоделирование, во-первых, там от СКН девочек, в основном идут мальчики. Во-вторых, здесь все-таки сами специалисты, наверное, не дорабатывают, потому что мужчин в системе образования, к сожалению, тоже мало осталось. Зарплата не позволяет мужчинам реализоваться в этой сфере. Исходя из этого, мы сегодня должны и зарплату поднимать мужчин, обратно привлечь систему доп. образования, а техническое творчество все равно связано с долей мужского населения, долей специалистов, педагогов, мужчин. Это первая причина. Вторая причина, вполне возможно, и деньги. Тут не везде однозначно ответ звучит, но с другой стороны, очень важно проявить интерес. У нас же склонности проявляются именно в подростковом возрасте, когда мы их ориентируем или на какие-то направления, или технические, или физико-математические, естественно. Но был бы, помните, период, когда мы больше увлекались гуманитарными науками. Сегодня говорим, давайте инженерно-техническое, физико-математическое. Но это не говорит о том, что мы совсем должны забыть про гуманитарное. Наоборот, мы сейчас акцент делаем на то, чтобы уроки истории, уроки литературы, языка и другие предметы гуманитарного цикла, которые действительно приоритетными были, они оставались в приоритете. Параллельно восстанавливать, или, по крайней мере, престижность физики, математики, химии, биологии обратно возвращать. Вот мне пришло в голову. Следующий год у нас объявлен годом культуры. А вы бы хотели, чтобы у нас был какой-нибудь год объявлен годом технического творчества? Ну, отсекать из всего творчества техническое, конечно, не знаю, насколько целесообразно, но объявлять большие блоки, вы помните, год учителя, год образования, год культуры и так далее, вполне возможно. Наверное, к этому когда-нибудь тоже придем. Ну, то есть как способ привлечь внимание. Как способ привлечь, совершенно верно. Ну, я бы здесь хотел, наверное, может быть, год патриотизма, вполне возможно. Вот у нас были недавно исторические события, действительно, объединяющие такие вещи, они должны быть. Ну, там, да, там такая преемственность все-таки прослеживается. Год истории, год культуры. Владимир Николаевич, какие у нас новости, раз уж мы коснулись школьных дисциплин, в частности, истории, какие новости у нас на ниве школьного образования? Вот я слышала, что опять вносятся изменения в процедуру сдачи ЕГЭ. Я уж не буду спрашивать, какие именно по счету изменения, но в чем они заключаются и насколько сложно будет нашим выпускникам? Ну, тема ЕГЭ ежегодно будет звучать и после того, как он станет или стал уже законным. Уже в законе прописано, что единый государственный экзамен, он будет традиционным и обратного хода, естественно, нет. Но здесь проблема заключается в том, чтобы грамотно организовать единый государственный экзамен, изменить к нему отношение наших детей и родителей. Ведь для чего все это делается? Вот в корне лежит обеспечить нашему ученику возможность продолжения образования после школы в разных траекториях. ЕГЭ это позволяет, если грамотно все это выстроить. С другой стороны, ЕГЭ превратили мы единственный инструмент измерения учебных достижений ученика. И при том страдает творчество, страдают другие аспекты оценки деятельности того же самого ученика. Поэтому, конечно же, те изменения, которые происходят, они вызваны потребностями или недостатками этого инструмента. Что здесь предстоит? Вот в моем понимании, и то, что сейчас в России происходит, будет происходить, это задания, контрольно-измерительные механизмы, материалы. Они должны быть общие, доступные. Не сами ЕГЭ, вот задания конкретные, а все задания, из которых формируется вот этот тест. И если вспомнить нашу школьную историю, мы так и делали. У нас был учебник математики с канави, там более тысячи задач. Если ты их все прорешал, у тебя гарантированно пятерка готова. То есть человек должен знать, чем его будут мерить и на какой уровень надо выйти. Тогда, если доступны будут измерители, соответственно, ажиотаж вокруг вот этих измерителей, где-то поиска, нахождение и так далее исчезнет. Это первое. Второе, очень важно объективность ЕГЭ обеспечить, чтобы она, ну, не думали, что вот кому-то это позволительно, каким-то образом окольным путем получить результаты, а кто-то своим трудом. И обидно, конечно, тому человеку, кто старался, старался, и вдруг у него не получилось. И для этого тоже объективность мы видеокамеры поставили, чтобы не пострадали наши ученики за счет выброса все эти интернет-задания. Это первое. Второе, очень важно, чтобы родители видели, что никто не обижает ребенка, никто не давит, и при том ребенок чувствует себя комфортно, то есть обезопасить и внутреннюю психологическую атмосферу. Но важно, чтобы и посторонние, то есть, как мы говорим, наблюдатели имели возможность оценить объективность на этапе проведения. И еще гораздо важнее, на этапе проверки, потому что наши эксперты на сообществе, что грамотно проверяя, подтверждали, ведь что сейчас будет происходить, какие изменения будут, в моем понимании. Наши задания, вполне возможно, увезут в Марийскую республику, там проверят их эксперты, а работы марийских выпускников будут проверять наши эксперты. И потом эти работы еще перекрестными путем можно опять выявить, посмотреть, насколько... Ну, я бы не знаю, Дальний Восток только. Ну, тут, я думаю, электронный формат позволяет. Сейчас быстро перекидывается информация, поэтому здесь больших проблем технических не вижу, но очень важно, экспертность, оценка должна быть объективной, потому что все равно субъективный фактор, он имеет место быть, от него надо уходить. Ну, и очень важно грамотно подготовить наших детей, нашу систему мониторинга, чтобы ЕГЭ не был единственным инструментом. Надо его добавлять творческими заданиями, о чем сейчас говорит президент России. Ну, вот, собственно говоря, творческим заданием его и добавили. Это сочинение, которое теперь нужно будет еще и защищать. То есть презентовать, ну, собственно, как, допустим, защита дипломной работы. Это как один из вариантов. Я бы не стал говорить о том, что именно так будет. Сочинения наши выпускники всегда писали на выходе из... Не писали эссе. Эссе, нет, эссе на ЕГЭ писали. А на выходе из 11 класса, внутренний школьный экзамен, сочинения все равно писали наши дети. И он становится единым экзаменом сегодня по возможности проявить творческие способности. Ну, вот вы, как министр образования, не боитесь, что наши результаты, учеников нашей республики, которые так, в общем-то, убедительно демонстрировали хорошие оценки по русскому литературе, резко пойдут вниз. Но дети-то у нас нынче не пишущие. Ну, угроза существует всегда, гарантировать здесь очень сложно. Но я убедился в том, что, перепроверяя работу, мы убедились в том, что, то есть перепады, изменения результатов ЕГЭ в ту или в сторону происходила, ну, процентом соотношения не так высоко. То есть в рамках субъективного фактора. Резких скачев в ту или иную сторону нет. Это говорит о том, что все-таки оценивают наши эксперты работу достаточно грамотно. Все-таки оценки адекватно знанием. Адекватно знанием, да. Но с другой стороны тема обсуждается средний балл аттестата. Почему бы нет? То есть на выходе не только результаты ЕГЭ, а еще надо бы смотреть, как же ребенок учился. А еще бы приложить к нему портфолио, начиная с первого класса по 11, как он развивался. К чему мы сейчас идем? В первом классе, вы знаете, мы провели в этом году мониторинг учебных достижений. Ни к чему не обязывающий. Он обязывает только тому, чтобы присмотреться, какие же достижения у ребенка, какой потенциал и какие же проблемы. И ни на что никакие гласы гуманитарные, математические, углубленные. А в первом классе не рано? В первом классе это для того, что нам надо увидеть, каким пришел ребенок в первый класс. Помочь ему. Наоборот, поздно может быть, когда мы не увидим, начальное звено формирует личность. В начальном звене теряется, мотивается ученика. Там нужно сохранить интерес к учебе. Поэтому, если мы здесь увидим интерес, создадим к учебе и сохраним его интерес, мотивация к учебе, на мой взгляд, очень хороший потенциал для того, чтобы обеспечить его учебные достижения. Ну и, конечно, девятый класс после девятого ГИА, вы знаете. Это тоже мониторинг, это тоже результат. И вот если динамика везде позитивная, соответственно, мы можем сказать, никаких скачков таких резких нет. Соответственно, объективно. Вот об этом идет речь. То есть все изменения связаны в пользу ученика. И то, что сейчас вы знаете, продлили результаты ЕГЭ на 4 года по новому закону, это тоже хорошо. В этом году, если я не поступил в ВУЗ, поехал, вернее, был в армии целый год, а потом мне еще надо пересдавать. Это же стресс. Ну да, все-таки 3 года в запасе, это гораздо лучше, чем просто год. И при том это важно и для наших учебных заведений. Владимир Николаевич, вот еще одно из новых таких интересных предложений прозвучало совсем недавно о создании Центра прикладных квалификаций. Вот что это такое, я хотела бы, и думаю, телезрителям тоже будет очень интересно, чтобы вы объяснили поподробнее, и каким образом это к нам относится. Спасибо. Ну, по большому счету, в системе образования все новое, давно забытое старое. Вот если всю историю образования посмотреть, мы все время видим, что некоторые вещи просто по-новому реализуем, то, что было когда-то. Центр прикладных квалификаций – это учебные заведения, центры, где будущие, вернее, точнее, молодежь, рабочие готовятся к конкретной специальности. Вот мы в этом году запустили строительную специальность. О чем я говорю? Предприятия, которые нуждаются в специалистах, перечнем, они нам дают, соответственно, направляют людей на краткосрочные вот эти учебные курсы, в результате которых на производство приходит готовый специалист. Не просто он диплома, а уже по тому заказу, той квалификации. То есть это тоже дополнительное образование, только для взрослых? Ну, краткосрочный курс для подготовки к конкретной сфере производства. И при том такие будут по семи направлениям – сельское хозяйство, транспорт, машиностроение, энергетика и так далее, и так далее. Поэтому для нас важно ориентировать будущих выпускников на конкретную работу, а не так, чтобы раздать всем дипломы, а потом они безработные ходят. Здесь личность на первом месте, то есть не обмануть ребенком, дать ему работу, дать ему образование, потом работу. И предприятие за счет этого получает тоже соответствующие кадры. То есть заинтересованность личности, предприятия и системы образования. Тогда система образования тоже в холостую не работает, то есть эффективно использует те же самые бюджеты и деньги. Вот идея прикладной квалификации заключается в том, чтобы концентрировать все ресурсы, систему профобразования в одном центре. Многопрофильным он даже в том числе может быть. И там за счет концентрации, за счет мотивации, за счет соединения интересов бизнеса, образования, личности, обеспечить потребности экономики, потребности личности. Такой центр будет один по нескольким направлениям или несколько центров в каждой своей… Ну, пока мы создаем в конкретных учебных заведениях, это прежде всего в городе Чебоксары, где действительно потребности бизнеса и потребности экономики. В каких именно учебных заведениях это будет? Ну, вот, значит, первое у нас очень важное, то, что я назвал строительной сферы, в 2014 году будет электротехника, вы знаете, тоже у нас… Ну, электротехника у них, собственно, уже… Ну, вот уже вы знаете примеры ЭКРА, ЭЛАРА, электроаппаратный завод, они открывают свои лаборатории для нас, помогают, идут процессы обучения, участвуют даже в этих формированиях заказов. Очень важно сельское хозяйство, это уже 2015 год. То есть за три года мы должны семь центров таких создать. В этом году в 2014-м три, потом в 2015-м четыре. По всем сферам, по всем направлениям, отраслям. Кстати, на какой основе они будут функционировать? То есть это будет платно для обучающихся? Или финансировать обучение будут предприятия-заказчики? Ну, от предприятия… Или государства? Нет, бюджетные места здесь, естественно, будут, но основная все-таки материальная база. Мы ожидаем от бизнеса, от предприятий, потому что все-таки мы должны видеть, на какое оборудование, какие предприятия мы ориентируемся. Другое дело, где будет размещаться эта лаборатория. Это может быть в учебном центре, а это может быть на предприятии конкретно самом, где выпускник потом будет трудиться. То есть на настоящих рабочих местах. Настоящих, да, в рабочих местах. Поэтому мы сейчас заинтересованы в том, чтобы искать потребителей, находить их и, соответственно, конкретно готовить будущих выпускников для конкретного производства. Ну что ж, Владимир Николаевич, спасибо вам большое за очень интересный, за очень обстоятельный разговор. Я надеюсь, с вами еще раз устаю увидеться в эфире нашего телеканала. Я напомню, что сегодня в студии был министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Владимир Николаевич Иванов. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова